Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры Alan Wake American Nightmare. С вами по-прежнему Андрей Доцент и нам необходимо исследовать столовую. Вкратце, что у нас тут происходит? Мы застряли, скажем так, согласно событиям оригинальной первой части игры, в темном измерении, в мире тьмы, которым правит темная сущность, которую нам удалось победить. Ну а остатки ее сил все же остались. Но они стали более изобретательными благодаря нашему злому двойнику, мистеру Скрэчу, который такое ощущение, что будто обучает саму тьму, как действовать против света. Мы же играем за светлую ипостась главного героя, собственно, Alan Wake. И нам нужно как-то искать выход. Так что давайте-ка, скажем так, поднапряжемся. И попытаемся спасти нашего главного героя. Да, огромное количество вооружения уже на старте игры. Как бы намекает на то, что мы уже со всем этим знакомы и знаем, как действовать. Полтергейст, сама его сущность яростна и враждебна. Но в его присутствии обычные объекты становятся смертоносными снарядами. Черт. Я знаю, что с этими вещами делать. Их надо светом выжигать. А он сам выжигся. Хорошо. Везде патроны разбросаны. И творится здесь, как по мне, в отличие от первой части, здесь вообще черт знает что. Вот уж действительно. Что-то астероиды какие-то летят. Что-то взрывается все. Бабах там. Я не знаю. Столько вспышек света, взрывов. Тут тьма, не знаю, в угол должна забиться. От такого количества света. Так, у нас есть ключи от столовой. Открываем. Зашли. Так. Тут у нас вроде пустяк. Опаньки. Карта. Где-то изображение карты. Что-то какой-то перевод, русификация какая-то хреновая. Английский вариант без этих вот всяких сказаний. Скажем так. Таких названий с подчеркиванием. Да их вообще нету. А в русском переводе как-то все, не знаю, нестабильно. Так, записка. Слишком много ног. В луче моего фонаря сверкнула сеть паутины. Тонкая, практически эфирная. Она была свежей и лежала прямо у меня на пути. Я затаил дыхание и ждал, напрягая слух. Тишина. Я пошел дальше, сосредоточившись на своей задаче. Взять, что мне нужно, и уйти. Вот и все, твердил я про себя. Но какой-то момент мне и правда показал, что все будет вот так просто. И тогда я услышал топот ног по земле. Ног было слишком много. Понятно. Так, фальшфейры. Больше я взять не могу. А по-моему, в оригинальной части у нас не было ограничений на количество фальшфейров. Ну ладно. Хорошо. В какой-то пустыне находимся. Так, ну что, нам сюда идти? Опа-на! Сцена со следами насилия. Черствые закуски, небрежно брошенный ключ от номера. Человек узнал почерк своего противника. М-да. Посреди пустыни творится черзное чё. Так, изучить. Так, должно быть здесь замешано это место. Так, взять. Отлично, мы взяли. Творится черзное чё. Пустыня, всё взрывается. Как-то девка может охранять по кости. Но этому всему только одно объяснение. Мы находимся не в настоящем мире. Мы находимся в мире тьмы. Тут всё шиворот на выворот. Всё через задницу. Мир меняется прямо на глазах. Скажи так. Ой, там была ещё записочка. Эмма Слоун много во что верила. И во многое очень зря. Что за хрень? О-о-о-о. Нет! Нет! Её замочили! Приехали. Эмма Слоун. Невинная жертва его тёмной половины. Случайная жертва в большой войне. Жертва неведомых сил и собственной глупости. Так мы же вроде сказали, как бы не высовываться. Ей. Какого... Ааа, понятно всё. Ладно. Да сдохни ты! Сдохни! Так. Момент. Так. Да сдохни ты! Ааа, надо свет с него снять. Всё. Так мы же вроде сказали в предыдущей серии, что ей не надо никуда идти из гаража, что всё нормально будет. А в итоге мы ей сами приговор выписали. Зашибись. Где тут записка? А, вот она. Так. Отлично. Что у нас тут? Охота на мистера Скретча. Мистер Скретч это извращенная пародия на меня. Могущественная и опасная. Но я знаю, что смогу справиться с ним. Я не думаю, что кто-либо ещё сможет сделать это. Остальные не понимают, что он такой, что он представляет собой, и что все ужасные вещи, которые он творит, почти ничего не значат в сравнении с тем, что он устроит на земле, если дать ему шанс. Но я выжил в тёмной обители. И она научила меня важным вещам, как выдержать, как сохранить разум, когда мир сходит с ума. Он на два шага впереди меня, но я знаю, где его искать. И я верю, что смогу его остановить. Надо выбираться из этой задницы как можно быстрее, пока тут вообще мир к вверх ногами не повернулся. А ведь если учитывать то, что здесь происходит, то как тут всё меняется на глазах, тут вполне возможен такой расклад событий. Поэтому давайте будем исследовать комнаты. Так, комнаты мотеля. Сюда что ли? Открыть. Отлично. Ни хрена нет. Я так понял. Закрыто. И тут закрыто. А здесь? И здесь закрыто. Ну всё понятно. Тогда идёмте сюда. Глянем, что здесь. Так, там есть карта. Забавно. Вот раз я сюда зашёл, всё ещё, значит, это ключевая цель. Но давайте сначала мы карту заберём. Только откроется здесь, интересно. Ключи подойдут. Так, нормально. Записку манускрипта. Что у нас тут? Кривое зеркало. С экрана телевизора на меня смотрело моё собственное лицо. Несколько секунд я боролся с чувством доживю. Мне не раз приходилось вот так же смотреть на себя в телевизоре. А потом на лице появилась лёгкая ухмылка, совсем не присущая мне. Глаза злобно сверкнули. Только тогда я понял, на кого сейчас смотрю. Человек на экране отодвинулся назад. Когда я увидел комнату, в которой он находился, у меня пересохло в горле. Но всё, что мне оставалось, это смотреть. Мда. Так, ладно, исследовать комнаты. Давайте-ка исследуем. Тут у нас ящик со всеми боеприпасами, т.д. и т.п. Так, проклятие! Шо такое? Майкл Фарраби, замученный до смерти. Одет в костюм с нашибкой местной обсерватории. Улика слабая, но надёжная. Почему-то ему так... Казалось. Теперь он знал, куда идти. Так. А вот этот вот голос, такое ощущение, что это не главный герой. Герой говорил, это как будто мистер Скрэч или кто-то. Но точно не голос главного героя. Так, изучить. Видимо, это моя следующая остановка. Обыскать. Обыскали. Взяли ключи. Что за хрень? В записке было написано много ног. Обсерватория. Не, обсерватория. Преследуя тёмного предместника, воин света рвётся вперёд. К звёздам. Так. Что у нас тут? В виде заставок, что ли, всё сделано? Нормально. Я думаю, нам дадут порулить, а нихрена. Обсерватория. Аризона. Прибыли. Обсерватория. Место, где люди любуются великолепием вселенной. Но красивый вид не то, что ищет воин света. Он пришёл сюда за оружием. Чё-то я вообще не уловлю ни с событий. Чё вообще происходит? О, мы в машине. Может, нам всё-таки дадут? Нихрена не дадут. Ну, ладно. Не дадут нам порулить. Покататься, по всей видимости. Хорошо. Так, нам чё, открыть? Сами откроем, да? О, реально, сами открыли. Тут где-то записка валяется. О, полтергейст. Везде свет поотрубал. Сторожанец. Так, записка. Давайте почитаем. Успех. Как романтист, я обожал детективы. Именно в жанре детективы написал свою первую книгу. Главный герой у меня был вечно печальный Алекс Кейси. Кстати, про него мы узнали ещё в первой части. Его жизнь была похожа на незаживающую рану. Книги о нём буквально сметали с прилавок. Я написал ещё пять романов про Алекса Кейси. Все они стали бестселлерами. Я разбогател. Я стал знаменитым. Успех давил меня, а я не знал, что с ним сделать. И, по-моему, он для Алекса Кейси написал в финал, что он его там замочил вроде. Вроде так как-то это всё было, насколько я помню. Так, радио. Итак, мы с... Чё тут у нас? Помповое ружьё. Да нет, спасибо. Так, это я брать не буду. Боеприпасы. Куда столько боеприпасов? Боеприпасов. Во, всё. У меня винтовочка охеренно есть. Карабин. Нормально постреляем. Чё тут столько боеприпасов даёт, как будто я не знаю. Не Валан Вейк играю, а какой-то Battlefield. Реально, тут столько патронов. Я, наверное, сейчас уже собрал столько боеприпасов, сколько за всю игру в первой части не собирал. Во, вот это вот вообще всё окупает. Восполняет весь боезапас до максимума. По всем патронам, кроме ракетницы. Ладно. Войти в главную эту обсерваторию. Хорошо, давайте поднимемся. Северная обсерватория. Нам, видимо, туда, а можно и сюда. Какая-то нелинейность своего рода у нас появилась, я так полагаю, да? Можно как пойти туда, так и сюда. Гордон Фриман вылез. О-о-о-о. Ребята. Где Half-Life 3? Не будет его. А может и будет. Так. Тебе. Всё. Отлично. Так, записка. Кстати. Собираем. О чём у нас тут речь идёт? Происхождение мистера Скретча. Я смотрел в лицо своему врагу. Это я сам. Я встречался с ужасными существами. Они живут в невероятных мирах за пределами нашего. Иногда они маскируются под людей. Всё, что таится под маской мистер Стретч. Он это каждая злая злая злобная статья обо мне в жёлтой прессе. Каждая злая карикатура. Он это тварь, рождённая на зыбкой почве заблуждений, полуправты, невежества людей, которые слышали что-то обо мне. Городская легенда воплоти, серийный убийца. Моя тёмная половина, оживлённая силами озера Калдрон. Понятно. Короче, в двух словах. Когда главный герой стал писателем, про него стали слагать своего рода легенды. То, что он такие пишет бестселлеры, мол, он и сам того убийца. Так, 15. Охотничья винтовка. А у меня какая винтовка? Так, сколько у меня страниц-то этих манускриптов? Уже 15 надо, ни хрена себе. И озеро Калдрон наделено уже способностью, скажем так, преобразовывать мечты, фантазии, выдумки в реальность. Только вот каким образом преобразовалась... Ни хрена себе. Слушайте, а мне и это нравится, пукалка. Больно круто она валит. Так, ну давайте ещё подберём. Так. Отлично, ещё 3 надо мне, по сути. Давление. Успех навалился на меня тяжким грузом. Моя жена Элис была единственной, кто ещё соединял меня с прошлой жизнью. В какой-то момент это оказалось недостаточно. Не мог больше писать. Так, Элис была не из тех, кто легко сдаётся. Это событие первой части, когда наш главный герой потерял вдохновение своего рода, перестал писать. Поехал на озеро, и началась игра Алон Вейк, где всё пошло наперекосяк. Кстати, а мы её спасли. То есть она где-то в реальном мире. О, ещё винтовка. А, карабин. Нормально. Так, где-то тут у нас есть ещё записка, да, я это полагаю? Давайте-ка посмотрим. Так, собрали. О чём тут у нас? Пауки! На самом деле, пауки это не вражеские создания. Они побочный эффект, часть Малой Фауны, Тёмный Обитель. Они попали сюда через пароход, который я открыл своим прибытием. Не столько животные, сколько идей, которые приняли форму животных. Это не делает их менее опасными. Но с ними, по крайней мере, проще справиться. Тьма не защищает их так, как одержимых. Поэтому их сразу же уничтожает, как светок и пули. Пауки? Тут у нас теперь и пауки появятся. Ну да, в той части у нас, видимо, были одни люди, решили добавить пауков. Классный ход. Ну, ладно. Так, и ещё один. Боевой дробовик. Ёлки-палки. 40 страниц. Да вы чё? Да нет, у меня только вот. Всё, что есть, всё при себе. Ладно. Использовать. Открывай. Здравствуйте. Я доктор Рэйчел Мидоуз. И минутку... Да это же ты! Как ты вообще посмел сюда вернуться? Твою налево. Чёрт. Так. Ну, пошёл ты вон отсюда тогда. Так тебе. Вау! Так. И ещё раз. Отлично. Там чё, рыбокоп, что ли, ходит? Или терминатор? Так. Выжгли. Отлично. Просто здорово. Так. Уходи. Это был не я. Я просто похож на него. Ты серьёзно? Я должна в это поверить? Ради бога. Я пытаюсь остановить его. Вы видели этих теней? Они пытались меня убить. Так? Держу паре. Он с ними неплохо ладил. Да. Да, точно. Хорошо. Входи. Спасибо. Нихрена себе. Тут сколько света. Ну, давайте побегаем. Посмотрим. Полутаем. Так. Что у нас тут включить? Опять какие-нибудь записи? О, да. Привет, приятель. Я тут решил выкроить момент, чтобы поболтать с тобой. Тут вечеринка идёт рядом. И знаешь, мне тут нравится. Чуток пива. Ну-ка. Господи, вы так похожи. Прямо как две капли. Что тот и что это на экране? В кавычках, разумеется. Слушай, вся эта заварушка между нами... Я тоже не очень вырубаюсь. В чём дело? Я к тому, что мы не только выглядим одинаково. У нас с тобой много общего. Вот здесь вот. Я же знаю тебя, понимаешь? Вот я и подумал. А может нам... Что такое? Что-то какой-то свет был на него. Или чё? Чё он делает? Ты чё делаешь? Чё-то ходить стал с ней, стал с ней сего. Да эти ребята просто страх потеряли. Слушай, мне кажется, мы оба жертвы обстоятельств. Может нам просто стоит как-нибудь попробовать... Попробовать чего? Чё там происходит? Чё ты договорить не можешь? Чё-то не так. Заметьте. Голова раскалывается или нет? Нет, просто прическу поправил. Странно. Сейчас такое чувство, что он сейчас пойдёт... Нет, телефон достал. А, ему, видимо, звонят по... Слушайте, он там что-то хочет реально сделать не очень хорошее. Он душить собрался, по всей видимости, да? Так. Чё ты? Забей, говорит. Здорово. Просто красавчик. Ёлки-палки, вы слышите? Оператор... Фу, оператор. Он кого-то там за стеной валит. Ё-моё. Походу, наша вторая половина совсем с ума сошла. Да. Надо, короче, отсюда выбираться. Что это такое? О, светошумовые гранаты. Это вообще вещи. Это просто убойная штука. Так, секунду. Чё посмотреть на триггер? Так, лук и триггер. Сейчас посмотрим, где этот ваш триггер. Так, ну тут патроны давайте-ка возьмём, используем. Омоньки. По полной зарядились. Ага. Нормально. Другое дело. Меня прикалывает, в принципе, то вооружение, которое у нас имеется в данный момент. Ух ты, а ты кто такая? Пропустить, говорит. Доктор, этот человек, который похож на меня. Что ему нужно? Прямо сейчас происходит странное астрономическое явление. Я даже не могу классифицировать его. Но я думаю, именно оно отключило сигнал спутника. Сейчас мы получим очень необычный сигнал, который... Сигнал? За ним я сюда и пришёл. Вот и двойник твой тоже. Но он, кажется, вообще ничего в нём не понял. Разозлился. Сломал нашу матрицу изображения. Теперь телескоп не работает. Думаю, явление ещё действует, но нам его не поймать. Что мы можем сделать? Деталь, которую он сломал, это такая специальная камера. Но без неё телескоп не заработает. В моей машине есть запасная. Если ты сможешь... Её достать, мы снова в деле. Сейчас принесу. Расскажи-ка мне про этот сигнал. Как будто что-то транслируется прямо в Найт Спрингс. Странное дело. Он какой-то смутный, будто и не совсем там. Не знаю, как описать. Но и на что похож этот сигнал? Самое интересное. Этот человек появился ещё до того, как я успела поймать сигнал. Был очень любезен, пока я работал. Но как только я выделил сигнал, он вдруг вытолкнул меня из диспетчерской. Сказал, это не моё дело. Он как будто изменился, что ли. Как бы это сказать? Сначала он казался таким спокойным, приятным, а потом вдруг... Прости, мне бы не хотелось говорить об этом. Ты всегда так наряжаешься на работу? Ну... Действительно. Я была на вечеринке, местная выставка искусства, восхитительные работы. И туда мне позвонил мой ассистент. Слушайте, мы в видео тоже видели какую-то вечеринку. Чё у нас тут в кейсе? Так, поесть собирался тут принести, но он так и не вернулся. Да ты вообще знаешь, что творится на улице? Такое ощущение, что всех, кого мы здесь встречаем, это обычные, как бы, для них явления. А в принципе, так оно и есть, ребят. Мы же находимся до сих пор в тёмном измерении. Да. Так, мистер Скотч не причинил тебе вреда? Не, он толком не угрожал мне, но эти теневые существа начали вползать в поле зрения. И каким бы ни был сигнал, твой двойник, видимо, был ужасно им раздосадован. Начал крушить всё вокруг, а потом ушёл. И я решила, что лучше не вмешиваться. Тебе повезло. Очень легко отделалась. Да, он показывал мне нож и всё время говорил. Кажется, ему ужасно нравился звук собственного голоса. Настоящий маньяк. Ты ведь точно не такой, как он? Да не. Я очень стараюсь не быть, как он. Ну всё. Давайте вернём теперь матрицу изображения. Так, ну будем использовать, как обычно, УЗИшку. Вещь вообще классная. Вот, играю её на нормальном уровне сложности. То есть, там был нормальный, либо кошмар. Лёгкого не было. Удачи, прошу, будь осторожен. Это очень дорогая деталь, а заменить её больше нечем. Ладно. Так, и это... Враги здесь выносятся с полпинка. Слушайте, что такое? А, господи, ну ствол какой-то убойный. Так, ну давайте тогда двигаться. Будем искать детальку. Ну и, естественно, надо искать записки ещё. Потому что без них я не смогу открывать сундуки с классным вооружением. Сами понимаете. Закрыто. Значит, надо обойти. Ага, парковка. Так. Тут ни хера. Что это такое валяется? А что за звуки? Паутины всё. Слушайте, мы только про пауков говорили. Думаю, это её машина. Слушайте, что-то мне это не нравится. Так. Твою мать. Пауки полезли. Да ещё здоровенные. Так, вас светом можно. Так, а, ну в принципе фигня-то. Вас можно и по пулькам отстрелять всех. Так. Вернулся, что ли? Или замочил? Да нет, вроде справился. Короче, надо сваливать. Что-то эта ситуация с пауками не радует вообще. Так. Бежим. Бежим. Всё. Смотрите, они ещё и прыгают. Открывай. Всё. Сюда они не сунутся. Света они боятся. Так. Всё, деталь у нас... Она у меня. Отлично! Я активирую платформу по телескопам, чтобы ты мог установить матрицу. Не волнуйся, это очень просто. Так, куда мне? Сюда идти? Угу. То есть вот сюда. Понял. Так, починить телескоп. Ух ты, ёлки-палки. Ну давай, чини. Так, установили матрицу изображения. Хм. Молодец, у тебя получилось. Дай-ка я проведу быструю диагностику. Да, всё великолепно работает. Что это такое? Патрон для ракетики. Порядок, можно начинать. Ну что, посмотрим на звёзды. Мм. Как мне-то посмотреть на звёзды? А, то есть тут так заставка пошла даже. А, вон и мы стоим. Так. Ловим какой-то сигнал. Ох, чтоб тебя! У нас перегрев. Ну не слава богу. Ой, придётся отключить его. Произошла поломка системы автоохлаждения. Кто-то отключил подачу хладагента. И что теперь? Ну ты мог бы пойти и открыть резервные клапаны подачи хладагента. Знаю, там довольно опасно. Ну, в общем, я как бы понял, у нас выбора нету. Так, если есть какие-то вопросы, поднимись ко мне. Давайте-ка поднимемся. Спросим, может какие-нибудь вещи скажет. Дельные. Может даже что-нибудь поделится. Так, вот сюда. О! Устал, выдохся. Так, фальшферы. И карабин. Нормально. Так, ну у меня есть вопрос. Что это за хладагент? Что нужно мне о нём знать? Да нет, там всё очень просто, говорят. Телескоп очень тяжёлый. При его перемещении вырабатывается тепло. Обычное дело для электроники. Но при перегреве телескоп может повредиться, поэтому он автоматически отключается. Какой-то источник аппаратных шумов, которых стоит избегать. Что это за хладагент? Он опасен? Мы используем жидкий азот. Он вполне безопасен. Стойте. Если меня не порвут на куски по пути. Да, как-то так. Удачи. А пока мой двойник был здесь, было же столько проблем? Или не возникало этих проблем? Ну-ка. Нет, всё шло очень гладко, пока этот парень не слетел с катушек. Так, твой двойник не очень-то хотел, чтобы кто-то ещё увидел этот феномен. Честно говоря, это как-то глупо. Очень много кто наблюдает за немом. Я не уверен, что будет, когда эта штука снова заработает. Но вроде я догадываюсь. Так, мне кажется, там послание для меня. Чувак, я вообще не понимаю, что ты с ней разговариваешь. Это же всё порождение тьмы. Мы находимся в выдуманном мире. И что мы с ней там можем разговаривать, когда... Я не знаю. Так, ага. Клапаны с хладогеном открыть. Их, видимо, несколько у нас. Если тут всё не по-настоящему, тогда получается... Какой смысл с ней разговаривать? Тут всё должно пытаться нас убить. Чё-то я вообще уже запутался. Где мы находимся? Всё из впечатления, что мы вроде и в обычной мере, но кругом тьма. Либо всё это один большой грандиозный обман. Так, клапан. Давай. Порядок открытия, говорит, не важен. Хорошо. Запустили. Так, один ещё вот здесь. Пауки есть? Или нет? Что за хрень? Куда ж без вас-то? Так. Давай. Опаньки. Нормально я вас так тут... Давай, крути. Пока сзади никто не напал. Всё. Так, ну и надо туда куда-то сбегать. Запустим. Нет, всё-таки мы в тёмном мире находимся. Ну, который чертовски напохож на наш реальный. С небольшими поправками, огрехами. Ну, как с небольшими? С конкретными, но всё же. Так, я смогу здесь спуститься? Так. Нормально. Смог. О, ещё записка. Угу. Куда ж без вас? Ох ты! Так. Чёрт, я тебя побрал. Так. Готово. Нифига себе. Стрельбанул. Так, всё собрали. Берём записку. О, о чём у нас здесь? Бои с одержимыми. Я ношу с собой фонарик и пистолет уже так долго, что без них чувствую себя голым. Надобность с них возникает слишком часто. Сама тьма защищает одержимых. Те, они клубятся над ними как живые, защищая их от ряда. То, что сразу же ранило бы или убило человека, не оставлять на них и царапины, пока не разгонишь тьму. Но свет делает их уязвимыми. Свет выжигает тень. Тьма, которая управляет ими, всё ещё остаётся в них. Но теперь они уязвимы. Фонарик и пистолет. Иногда мне кажется, что это всё, что у меня осталось. Это всё, что тебе нужно, по сути. Ёлки-моталки, чё-то прилетело. Так. Давай. Пока тут совсем жареным не запахло. О-о-о-о-о. Полтергейст, мать твою. Так. Всё. Уничтожили. Эти я знаю, как с вами бороться. Тут всё предельно просто. Выжиг, ослабил. И уничтожил. Ага, ещё один. Так. Ёлки-моталки. Но она где-то снизу до меня не достанет. Надеюсь. Всё. Так. Давайте-ка бежать быстро ко входу. Пока совсем нас тут не закидали до смерти. О-о-о-о. Конечно. Тихо! Уйд! Фух. Это было близко. Вовремя нажал на шифт увернуться. Так. Давайте поднимемся. Чё он делает? Всё. Так. Я запустил. Я открыл все клапаны, доктор. Теперь оно работает. Погоди секунду. Ммм. Кажется, ты всё починил. Запустилось. Неужели? Дай-ка я это заберу. Тут всё. Это не к добру. Кажется, они ещё не рады нашему успеху. Что за хрень? О-о-о. Осторожно. Они прорвались внутрь. Приехали. Так. Понеслась. Так. Есть. Ох, сколько вас тут. Так. Нормально. Стреляем. Всё. Продержись ещё чуть-чуть, говорит. Почти закончила. Стараюсь. Так. Так. Да, в принципе, что они тут сделают-то? Вы гляньте. У нас тут огневая мощь такая. Колоссальная. Ёлки-моталки. Так. Так. Отлично. Готово. Кто-нибудь ещё? М-м-м. Конечно. Всё. Отлично. Свет запустили. Ты в порядке? Это было неприятно. Кажется, я пристрелялась. Всё ещё не понимаю, что это такое, но странно. Очень странно. Так, смотрите, снова пополнился. Так, поднимайся ко мне. Бесконечные эти с патронами. Что-то прям тут реально нам столько всего выдают. Да ещё в таких количествах. Да и столько оружия. Я помню в оригинале там за каждую пулю, я не знаю, приходилось, скажем так, потеть. Как-то грамотно распоряжаться. А тут всего навалом. Теперь мы ловим сигнал. О, да, сигнал ясный и чёткий. Он великолепен. Я пока не уверена, что это такое, не говоря уже о том, откуда оно поступает, но как-то взаимодействует с нашими системами, как будто он адресован именно нам. Но я не понимаю, как такое возможно. Может быть, таков сюжет истории. Что? Ничего. Я могу его услышать? Или как он там работает? Этот сигнал почему-то неполный, но сейчас мы получим его распечатку. Так, а что значит неполный? Он как будто мы получаем только его фрагмент. Но мне он нужен целиком, это очень важно. Я понимаю, но это всё, что есть. А человек, который был похож на меня, получил полный? Он заперся от меня, поэтому точно не знаю. Но мне показалось, что он вообще не особо его понял. Что ты увидела в небе? Что там в небе-то было? Ну-ка, что это за вещь-то? Бессмыслица какая-то. Звёзды, они просто расположены не так. Я думал, что смогу видеть что-то особенное, но впечатление такое, что будто я смотрю в какое-то совсем чужое небо. Но это невозможно. Знаете, доктор, я рационалист, но эта вещь не из тех, которые можно измерить или описать. Я видел много невозможных вещей, которые просто пришлось принять, иначе сразу слетишь с катушек. Ты говоришь так, будто у тебя уже богатый опыт на этот счёт. Меня это пугает. Ой, ты даже не представляешь, какой опыт, через чё прошли мы с главным героем. Где распечатка? Так, распечатка сигнала — это тоже оружие, созданное воинным светом. В этих словах пробуждается новая реальность, но сигнал не полон. Тема... Так, тем не менее, он указал человеку дорогу, путь, который придёт его к месту схватки с врагом. Так, и куда мы отправляемся? На этот раз... Так... Какой-то театр, по всей видимости. То есть, по всей видимости, мы как бы пытаемся сами себе опять помочь, всё следуя в рамках сюжета, чтобы ничего не сломалось. Открой ты кинотеатр. Когда-то здесь обитали лишь тусклые фантазии кинолента. Сегодня проводится выставка искусства. Но воин света... Прибыл сюда не с культурным визитом, а для завершения своего дела. Вот так вот. Ну ладно, друзья, думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И завершать это дело будем уже пытаться в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Обязательно комментируйте. А также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Всё, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok